Всем четвертьфинальных боев на чемпионате мира по футболу, друзья, с вами FIFA прогноз, очередной выпуск, Александр Дегтярев в очередной раз у меня сидит в студии. Это я. Привет. Друзья, 4 из 4, 4 из 4 матча со сборной России мы угадали, будет ли сейчас пятый. Посмотрим, а до того, как начать играть, по традиции поговорим о том, как считают букмекеры, на что ставить и кто в этом матче определенно фаворит. А фаворит, по мнению Контор, это сборная, как ни странно, Хорватии, потому что букмекеры дают на них от 2.20 у Лиги Ставок до 2.25 у Винлайна. В целом коэффициент достаточно большой, учитывая то, как сильна сборная Хорватии на этом чемпионате мира. Ну а на сборную России дают от 3.85 у той же Лиги Ставок и 3.98 у Винлайна, то есть 3.95 и 3.92 это Олимп и 1хбет. На сборную России коэффициенты, в принципе, не сильно большие, потому что она и так уже удивила, и почему бы и нет, может удивить еще раз. Поэтому ничья здесь выглядит, наверное, одним из самых очевидных результатов в случае прохода сборной России, потому что действительно нам будет проще, наверное, в дополнительное время, либо в серии пенальти Хорватов преодолеть. На ничью букмекеры дают больше трех, а конкретно 3.05 Лига Ставок, 3.10 и 1хб, 3.11 и 3.13 это Олимп и Винлайн. Для меня на самом деле ставка поставить на ничью в этом матче выглядит, ну, не то чтобы очевидной, но вполне себе вероятной. Ну ты согласен с большинством людей, у кого спрашивали, типа, а что как сборная России сыграет, там, наверное, наши там Хорватов полностью разорвут, да? Все говорят, что они сыграют ничейку, потом опять на серию пенальти выведут, и там золотые ноги игроков, которые повернулись наконец-таки в ту сторону, в которую надо, все-таки отобьют те мячи, которые будут лететь в сторону наших ворот. Ну и что еще можно сказать, то что победитель данного матча продлевает себе жизнь на этом турнире как минимум до 14 июня. Да, до матча за третье место как минимум. То есть, ну, я бы хотел сказать, что мне кажется, если сборная России все-таки преодолеет основное время и закончит этот матч уже после, то у нас неплохие вполне себе будут шансы именно в дополнительное время до серии пенальти этот матч закончить, потому что по физическим кондициям и в целом физика у игроков сборной России, ну, на несколько более высоком уровне, потому что в сборной Хорватии самая сильная позиция – это полузащита. Играют там Ракитич и Модрич, люди, которые в целом… Ну, Ракитича давай опустим. Модрич – это человек, который… Мы так уже опустили то, что Лигу Чемпионов Семьи. Да, с точки зрения физики 120 минут не факт, что сможет выдать, а у нас есть молодые Головин, Зобнин и вполне себе молодой Ерохин. Почему бы и нет? Ну, и Серега Геоношевич в главной роли. Итак, четвертьфинал. Россия против Хорватии. Играем в Сочи. Время 21.00. Внеслась. 48-тысячный стадион Фишт принимает матч сборной России и сборной вот этой вот неизвестной никому маленькой шахматной страны. Голзинский. Будущий нападник по команде Криштиан Роналду. Что такое? Гол. Гол! Ура! Сборная Россия открывает счет. Можно не самоедовым, пожалуйста? Просто в матче с Португалией этот парень... Этот парень так не бил в матче с Португалией. Да, этот парень подавал всегда не точно. Ну, что такое? Что происходит? Кто оффсайд кинул? Нет, не я. Ну, потому что Интер как бы сейчас не настолько сильная команда, и она такой никогда больше не станет своей историей. Скоро еще разформируется, скорее всего. Ты так думаешь? Да. Я желаю интро только добра. Я желаю всем. Ой! Что ты делаешь, парень? Оффсайдище такой километровый. И даже здесь ты не попал, собака серебристая. Что ты хочешь от Манджукича? Ну, в конце концов, да. Чеку уже слишком много, 32. Да, первый тайм 0-0. Че поставьте? Че поставьте? Ну, у тебя есть удары в створ, а у меня нет. Да. Это, наверное, все, о чем нужно говорить. Чуть-чуть перевес на моей стороне, ну и точность пасов примерно одинаковая. Давай, поехали. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Что-то вот абсолютно Манджукич не в кассу. Я надеюсь, что в матче со сборной России будет абсолютно так же. Не давать, не давать. Прекрасно. Ну, Лука. Ну вот он же умеет бить издаль. А, хорошо. Если так, то я согласен. Давай, давай. Игоря Кинфеев на месте. Он мог, мог. Че-нибудь придумать он вполне себе мог. Что, Игорь? Игоря Кинфеев. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Игорян. Ну, сейчас прям серия из отскоков и неполучившихся ударов получилась. Кстати, Марио Фернандеса что-то невинно. Героя прошлого матча. Который свою бровку просто держал как мог. Согласен. Там все держали как могли, а Фернандес больше, чем просто как мог. Он прям умело все делал, как мне показалось. Ну, а что, как говорится, а вдруг? Ну, это было в створ, поэтому я, в принципе, удовлетворен. По штрафу мы обменялись. Да. Не знаю, Зенит не смотрю вообще. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что это было? Что это было? Ну, это был защитник, я так понимаю, судя по тому, что сейчас... Уфу-фу-фу-фу. Слушай, вот если я увижу такой матч завтра... Ты кайфанешь? Я кайфану от того, что есть атаки в нашу сторону. Есть атаки в сторону сборной Хорватии. Наши тащат эти атаки спокойно. Главное то, что хоть и нулевая ничья, но футбол есть. Футбол динамичный, футбол красивый. Тот, который прям вот нам нужен. Мне кажется, тут уже просто начинает, кажется... Сказываться просто неуверенность игроков сборной Хорватии. Тебе нужна пенка? Да, мне нужна рука петель. Сейчас устроим. Сейчас надо позвонить Шакире, попросить, чтобы он одолжил руку. Это известная рука совсем не бога, да, вот эта вот? Рука совсем не бога. Ой-ой-ой, под острым углом бил. Раскат-то хороший. Вот почему подходов очень много, удары есть, а все не точно. Все не точно, и матч уже потихонечку подходит к своему завершению. Офсайд? Нет офсайда, нет офсайда, серьезно что ли? Ну, отлично. По крайней мере, дополнительное время мы здесь уже увидим. Ну, три минуты мы уже увидим. Сейчас главное вот за эти три минуты не накосячить, ничего такого. Вот прям максимально нельзя пускать, пускать, пускать. Манжок, ты что ты? Он ведь еще и в створ не попал, я правильно понимаю, да? Ну, время закончилось так или иначе. Ну, смотри, статистика как прям сильно изменилась. 2-2 и 4-0 было. Прям вот 16-9. Че? По ударам. Ничего. А, ну, в смысле, ну, там так и было, у тебя два удара было, у меня четыре удара. Классика. 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 Ну, что, классика, поехали. Понеслась. Первый дополнительный тайм. Слушай, а ведь никто из нас даже ни одной замены не использовал, да? Да. А сейчас можно их прям вот, ну, четыре использовать. Прям четыре сделать. Прям вот всю линию полузащиты прям перекроить конкретно. Ну, что? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. В самом начале, Таня. Игоря на месте, Игорь на месте. Ну, как хорошо, Манджукич обошел. Вот опять, хорошо с тем, как обходить защитников, но забить, ну, ладно. Сейчас, наверное, это самый опростый момент за всю игру, наверное, был. За исключением того момента, когда... Слушай, мне саму реально страшно. Я хочу, чтобы сбор на России победил, потому что если у нас будет пять из пяти, ну, восьминог Пауль, там, не знаю, вот Ахилл подвинутся. Это... О-о-о-о! Это кто был пуску страшный? Хорошо, хорошо, хорошо. Всегда четвертьфиналы. Сборная России играет в дополнительное время. Вот так. А сколько их было у нас? Один. Хорошо сейчас было. Ну, мы все помним прекрасно тот четвертьфинал, который был 10 лет назад. Ну, тут с тобой абсолютно не поспоришь. Где великий и могучий Гус Иванович вывел нашу сборную в одну-вторую, где мы успешно слили испанцами со счетом 3-0. Ну, это не так обидно. А разве не 4-1? 4-1 было в первом матче. Ну, вообще сути дела не меняет. Так, ну что, первый тайм у нас уже подходит к концу. А так быстро? Так, быстро. И можно бить его! Почему-то не забил, братан! Дзюба! Я думаю, можно сделать заменки между двумя экстра таймами. Тогда второй получится прям вот максимально ярким и огненным. По крайней мере, если ты сейчас вот дзюбу на Смолова поменяешь, почему бы и нет. Мне тоже, по-моему, есть на кого менять Манджукичу, потому что... Ну, давай меняем. Пора, пора, пора. У меня сейчас в оттяжечке будет действовать Крамарич, который поможет, я надеюсь, Манджукичу. Манджукича оставлю все-таки в поле, потому что он меня немножко удивил своим умилым дриблингом в самое начале. В самое начале. В самое начале. В самое начале вот это известное пресловутое. Ну, ставь, 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 ну, ставь! Ну, ставь, ну, ставь, ну, ставь! Иван Ракетич не точно. Игорь Кенфеев на месте. А Кенфеевич. Кинжал практически у себя дома. Ой-ой-ой! Вырывается к воротам, бьет! И, о-о-о, как? Это как? Субашич хорош, отлично. Прекрасно сыгранным вратарем сейчас. И можно убегать в контратаку. Марио! Марио и Луиджи. Зобнин остановил. Что-то ребята начали... Зад-зад! Наверное, штрафную площадь! Удар головой должен был быть! Отворот, отворот. Это не точно пробил Самоедов. Субашич, на самом деле, мне очень нравится в этом матче. Потому что парень прям тащит тогда, когда нужно. А нужно было как минимум дважды прям очень сильно. И пошла туда закидушечка вперед! Не прошла, к сожалению, она. Манджукич не доборолся. Но вот сейчас можно попробовать! Марио, можно попробовать! Отлично! Бей! На! Бей! Это было в большей степени, на самом деле, в надежде на угловой удар. Я сейчас очень... Ух! Очень сильно надеюсь... Ёкнуло, да? Ёкнуло! Я сейчас очень сильно надеюсь, что получится убежать в контратаку. И эту контратаку завершить именно результативно. Игорь, давай! Игорь! Игорь, ты что делаешь? Что это сотворили, мои парни? Ты что, не смог отнять мяч у... Ааа, вратаря! Смолов, Федя! Федя, брат, Федя, забивай! Забил! Забил! Да, пожалуй, в таком случае страна просто сойдет с ума. Фух! Не, ребят, надо успеть. У нас есть еще как минимум минутка. Хорватская сборная едет дмой. Дмой, дмой, видимо, дмой. Ааа, не, ну слушай, я очень хотел серию пенальти, видимо. Нужно было просто играть от обороны. Пенку ставь! Все. Что? Ну мяч же у меня! Ну дай закончить! Аааа! Саламыч, саламыч, брат! Он даже блестит, ты посмотри, а! Что с прической, голубина, господи, ребята, что происходит? Они выиграли cup of the nothing! Да, cup of the nothing, действительно. Но это как минимум четвертое место на чемпионате мира. Давай выдохнем, давай выдохнем. Тут быстро нельзя говорить, ну и давай, порадуй. Да, здесь можно просто цитировать Георгия Черданцева. Россия в полуфинале, только не чемпионаты Европы, а домашнего чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Это будет очень сказочно, если реально будет так. Если матч реально пройдет под таким руслом, то что на 119-й минуте все-таки Федор Смолов убежит в контратаку и сможет забить. Единственный и победный гол в этом матче, если все так произойдет, все будет очень красочно, очень красиво. И мои кандидаты на Мотмо, это в этом матче, естественно, Игорь Акинфеев, Акинфоев, кому как удобно, потому что столько моментов он тащил. Это Федор Смолов, который смог... Выйти с замены и забить единственный гол в этом матче. Да в целом больше и некого здесь выделять. Ну, в принципе, да. К сожалению, увы, ни Марио Фернандеш, ни другие ребята себя в этом матче не показали особо. Ну, почему, увы, в целом результат, который сборная России архи устроит. Поэтому все так, как нам бы многим хотелось. Ну, если все так сложится, будет просто сказочно. Это будет, наверное, не предел все-таки мечтаний, но одна такая высоконькая планочка. Ой-ой-ой, какой же это был острый момент. Как же я там не забил. Итак, друзья, это был матч 1-4 финала России-Хорватии, где сборная России выходит в полуфинал. Мы же с вами увидимся уже перед финалом, либо перед матчем за третье место. Все будет зависеть от того, как в реальной жизни сыграет наша любимая и родная сборная России. Вам всем успехов и болейте за наших Александров Дегтяревов. А вам принцов для вас ввели эту программу. Саня, спасибо за матч. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!